9 мая это особый праздник, который как поется в одной из песен, мы приближали как могли. И мы в полной мере можем присоединиться к этим словам. Мы приближали, наши деды, наши родственники, наши покрови, родные и близкие. Мы все вместе причастны к победе наших отцов и дедов. И потому со слезами на глазах и с сединою на висках, а может быть с молодыми детьми и внуками, давайте пойдем бессмертным полком вместе с теми, кто жив. В память о тех, кто уже перешел эту временную черту пребывания на земле и перешел в жизнь вечную. Вот в то бессмертие, почему и полк-то замечательно называется, полк бессмертный. Потому что у Бога все живы, у Бога нет мертвых. Поэтому, когда мы держим фотографии своих героев, а я сам пойду на этот бессмертный полк и понесу фотографию своего деда, который танкистом дошел до Берлина. И мне есть, что вспомнить и передать детям и внукам о своем деде. И именно с его портретом, того героя, защитника моей страны, я пойду и приглашаю вас, моих прихожан и всех тех, кто пожелает прийти в этот День Победы на этот замечательный ход, который, слава Богу, после периода ограничений всевозможных стал возможным. У евангелиста Иоанна Богослова в первом его послании мы можем прочитать такие слова. «Победа, победившая мир, вера наша». Вот основоположник, победивший смерть и нам, подаривший бессмертие, Иисус Христос. С иконой воскресшего Иисуса Христа. С портретами и фотографиями наших героев, защитников нашей Родины. Давайте пройдем. И может быть этот бессмертный полк станет действительно таким хорошим крестным ходом. Итак, в День Победы во всех храмах после Божественной Литургии будут отслужены панихиды. В 12 часов 30 минут у часовни Александра Невского, что стоит на площади, Георгия Константиновича Жукова, великого русского полководца. Встречаемся и идем, прославляя бессмертного, единого, победившего смерть Господа нашего Иисуса Христа и несем портреты наших вечно живых и никогда не умирающих героев, защитников нашего Отечества. И в завершении о самом названии, которое, мне кажется, должно в этот полк. Полк – это некое подразделение, которое готово всегда дать отпор любому врагу, который не восстанет против нашего дорогого Отечества. А бессмертный полк – это свидетельство того, что мы верим в бессмертие наших отцов и дедов. Мы верим в победителя смерти Иисуса Христа. Поэтому со Христом и с пасхальными песнопениями мы планируем, так же, как и вы, поучаствовать в этом движении бессмертного полка и прославить из мертвых воскресшего Христа. И будем не просто идти слушать песни, которые будут звучать о победе, о наших героях, а будем идти все вместе и петь самый главный гимн победы, который каждому христианину хорошо известен. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, Исущим во гробах живот даровал. С праздником, дорогие братья и сестры! С наступающим праздником нашей общей победы! И пусть Господь, победивший смерть, нашему с вами бессмертному полку, преподаст свое благословение. Христос воскресе! Воистину воскресе из мертвых! Христос!